Миссия Русской Православной Церкви История и современность Сегодня мы рассмотрим с вами Алтайскую миссию Говоря об Алтайской миссии, нужно сразу заметить, что она долгое время была образцовой Не всякая миссия держалась на должной высоте, как этого бы хотелось в проповеди Слова Божия Здесь были разные причины и политические, и причины исторических различных переходных моментов Но Алтайская миссия, начиная с 18 века Вообще, надо сказать, что начиная с 18 века миссии, они уже были более централизованы И поддерживались в той иной мере не только отдельными меценатами и благотворителями Но уже и на государственном уровне Таковой была миссия Алтайская Алтайская миссия Миссии тогда, как мы с вами видели, и я говорил это в самом начале Они подразделялись на внешнюю и внутреннюю Внутренняя миссия, это была миссия Алтайская, миссия в Сибири Внешние миссии, да, туркестанская миссия Внешние миссии были китайская, аляскинская, американская, корейская, японская, урминская, палестинская Корых, коих нам еще предстоит с вами рассмотреть Но Алтайская относилась именно к внутренней миссии Несмотря на то, что миссионерам, служащим на этой территории На этой территории приходилось сталкиваться, в общем-то, с народами иноплеменными Я почему это сказал? У нас сегодня принято в современности считать внутренней миссией Это просвещение самого народа Тогда под внутренней миссией понималась именно территориальная составляющая Российской империи в ее границах В этом есть существенная разница Итак, как я уже сказал, что хорошо организованные, с достаточно подготовленными кадрами миссии Появились лишь в конце XVIII-XIX века И вот из внутренних, конечно, мы сегодня рассмотрим Алтайскую Там были осуществлены первые переводы Богослужения на телеутские, алтайские языки Которые стали стимулом к тому, чтобы на других местных языках Активно занимались и другие миссионеры переводами Мы уже говорили о том, что главной задачей, конечно же, несение Слова Божия Было важно на родном языке И мы с вами вспоминали, что именно первым даром, который был дан в день Пятидесятницы апостолам, избранным спасителям и Духом Святым Это дар говорения на иных языках И вот история Алтайской миссии начинается с архимандрита Макария Глухарева Который жил в 1792-1849 годах Родился в городе Вязьме, в Смоленской губернии, в семье священника Михаил закончил семинарию, потом он окончил и академию в Санкт-Петербурге В годы обучения в семинарии он становится духовным чадом архимандрита Филарета Дроздова Будущего митрополита московского И как он пишет в своих дневниках, что он полностью доверил свою жизнь как духовное чадо И руководство духовной жизни будущего митрополиту московскому Филарету В какое-то время он преподавал и даже, насколько известно, был ректором в Костромской семинарии Когда его направили после окончания академии В 1827 году Священный Синод делает эпархиальным архиереем воззвание О возрождении миссионерской деятельности О том, что необходимо действительно возрождать работу с непросвещенными народами И указ Священного Синода был в том, чтобы учредить правильно организованные миссии В частности, в стране Сибирской, Казанской епархии, Алтайской и так далее И Синод очень строго, если почитать это воззвание, мягко говоря, очень строго сказал О необходимости архиереям наладить жизнь миссионерского служения В тех епархиях и митрополиях, которые им верены И вот, что интересно, что Михаил, будущий Макарий Глухарев, преподобный Был человеком с раннего детства очень болезненным Даже из его жития святых известно, что священник приходил в какие-то моменты Его раннего отречества, чтобы его причастить по собору и приготовить, в общем-то, к смерти Но, милостью Божией, он все время вставал, как говорили, чуть ли не со смертного адра И продолжал свой жизненный христианский путь И вот, уже когда он был в Костронской семинаре ректором, то потом он попросился даже на покой И его, в общем-то, там уже готовились документы по болезни Действительно, было слабое здоровье Но, когда он услышал это воззвание, то, как сам он о себе пишет И об этом даже свидетельствует митрополит Филарет Что этот болезненный человек приезжает ко мне с глазами полной радости И как древний пророк говорит, когда Господь вызывает к одному древнему пророк Пророк Еремии, кого нам послать? Он говорит, вот я, пошли меня Так подействовало на него это воззвание, которым он узнал И он просится действительно работать сыноверцами, просвещать нерусское население Опыта, конечно, тогда, да И он, да, он едет в Тобольск Владыке Евгению его направляют Митрополит Филарет, тогда архимандрит благословляет Уже будучи митрополитом, благословляет его И опыта никакого не было Была даже такая инструкция, которая осталась Как учение проповедовать? Нужно преподавать Евангелие, Деяния апостола, послания Не отягощая этих простых людей всем церковным писанием И церковным преданием, кроме самого нужнейшего Излагать понятия о Боге, о создании мира, о человеке О спасительной жертве Иисуса Христа О церкви, учить их кратким молитвам Рассказывать об иконах, чтобы они чтили их, а не боготворили Ну, очень правильное замечание, потому что для языческих народов Да, о боготворении икон — это соблазн Поклонялись бы Богу в образе иконы и так далее Далее еще в инструкции есть такие слова Миссионер должен объяснить, что посты существуют в церкви Но никаких побуждений, таких назидательных и строгих Соблюдений их во время, да, для начинающих входящих в церковь Не давать, то есть объяснять Учитывать и тут заболевания людей, учитывать местность Где, может быть, людям и овощи, и фрукты Да, в таких, и даже и крупы в таких местах не найти Поэтому объяснять, как здесь пишется, всю размеренность От чего-то необходимо отказаться во время поста Как вести проповедь? Вот тоже в этой инструкции Начинать с ближних мест, расширяя постепенно круг действий Расширение этому, чтобы помогали новообращенные иноверцы Да, пререкание, слушай, терпеливо, снисходительно И самому рассказывать не с грубостью и досадительными словами Но ласково и дружелюбно Вот такие инструкции Итак, отец Макарий приезжает туда, в этот, в общем-то, дремучий край Как он сам об этом пишет Что там процветало? Пьянство, болезни и, как он писал об этом, всемирная спячка Они кочевали в этих юртах, да, там что-то делали И вот пьянствовали, болели и спали Но прежде чем начать миссию других народов С ним едет несколько человек Людей, желающих миссионерского служения И в первую очередь они начинают с себя Они составляют устав миссии По существу это иноческий устав В нем было следующие четыре пункта Первый Желаем, да будет у нас все общее Деньги, одежда, пища, книги и прочие вещи Второе Желаем старшему повиноваться по правилам иночества Третье Желаем принимать от него наставления с вниманием, смирением и любовью И четвертое Желаем преданным быть искренним и откровенным При исповедании помыслов и искушений наших Вот такие четыре правила Которые положили в основу миссии на Алтае Среди братского миссионерского общества Были собраны богослужебные книги, деньги Взяты постановления о трехлетнем освобождении Наукрещенных от всех налогов Действительно такие льготы были, а мы о них говорили И Архимандрит Макарий направляется в Бийск В Кузнецкие округа Он выбирает селение Маймы в 17 верстах от Бийска За этим селением начинается Качеви Там алтайские племена, это уже ближе к Горноалтайску Где жили шаманы языческой веры Я не помню, по-моему лет 7 назад был и в Барнауле И проезжал Бийск, когда ехали в Горноалтайск И был в самом Горноалтайске В Барнауле у меня была встреча с семинаристами Там есть семинарии с преподавателями А в Горноалтайске мы встретились с общиной миссионерской Где удалось пообщаться с миссионерами И поделиться опытом миссии в иноверческой и инославной среде Действительно, когда я уже улетал из Горноалтайска То в самом аэропорте было видно вот это вот влияние Влияние, которое, как говорят, свято место пусто не бывает Да, 70-летнее прошлое безбожие дало о себе знать И вот этот барабанчик, что хочу сказать Этот бубен шаманский можно было купить вот от таких размеров Ну и до самых огромных в виде сувениров и всякие шаманские одежды Присутствует ли там сам шаманизм? В общем, да, и до сих пор есть И вот тогда, как и сегодня, миссионерам, конечно, необходимо знать В чем состоит вера шаманизма для того, чтобы общаться с этими людьми И нести им свет Христово благовестие Есть такая ошибка миссионера Когда православный миссионер думает о том Что веры православные, знания священного писания Евангелия, Отцов Церкви Вполне достаточно, чтобы полемизировать И общаться с людьми, которые верят в той или иной религии В иные религии или, в частности, в шаманизм Это ошибка, на эту ошибку указывает и священномученик Иларион Священномученик Реней Леонский Он говорит, помните, невозможно лечить людей Не зная причину их нездоровья Поэтому нужно сначала выяснить, в чем есть верование Того или иной религии В общем-то, шаманизм это в некей степени такой магизм Попытка решать те или иные задачи Посредством воздействия на духов, манипулировать духами и людьми Медляют различные виды также внутри шаманизма и внутри магии Анимизм, например, почитание природных явлений Как проявление вмешательства духов Или фетишизм, почитание материальных предметов Наделенных сверхъестественными свойствами Или тотемизм, тотем вера В родственную связь племени с определенным Животным или тем или иным растением Поэтому все это необходимо было тогда Преподобному Макарию Голохареву изучить Для того, чтобы правильно преподать Основы православного исповедания Конечно же, при этом необходимо было, как мы видели и в инструкции Относиться к этим людям с уважением и любовью То есть здесь всегда присутствует один принцип Любить человека, как образ Божий Из-за алтайцев, из-за этих телеутов И алиутов, это уже на Алиутских островах Да, телеуты — это алтайские народности Не путайте, здесь нужно алиуты Это народы, живущие на Алиутских островах В районе Аляски И поэтому важно вот этот принцип Его всегда исповедовать Любить человека и ненавидеть заблуждения То есть человека всячески, как пишет Светиан Златоуст Всячески щадить По этому поводу отношение к людям другую веру Писал, например, святитель Лука Войн Исенецкий Вот цитата «Надо было бы, чтобы обратились ко Христу И все добрые и благочестивые люди, не ведущие Христа Из мусульман, из евреев, из буддистов, из шаманистов И если бы случилось так, были бы они для нас самыми дорогими братьями А теперь только достоуважаемые люди К которым должен относиться с любовью И не превозноситься перед ними» Конец цитаты Другой святитель, миссионер Николай Сербский Пишет по этому поводу следующее отношение к людям другой веры Цитата В настоящее время очень много говорят о равенстве всех религий Об этом говорят маловерные Равенство гражданских прав и обязанностей — это одно А равенство религий — другое Христианам строго заповедано милосердие ко всем людям Независимо от их вероисповедания Но в то же время и строгое хранение истины Христовой Как христианин, пишет он, вы можете пожертвовать для иноверного имением и даже жизнью Но истиной никогда Конец цитаты То есть любить грешника и ненавидеть грех Относиться к людям другой веры с любовью Это не означает поступаться Своим исповеданием веры Когда мы рассматриваем во что же верили и свидетель Макарий Глухарев и впоследствии его преемник Святитель тоже Макарий, но Невский Который стал и митрополитом московским Это был последний митрополит московский перед возрождением патриаршества в 1918 году Конечно же все они так или иначе вникали А как проповедовать Что, если так сказать простым языком, зацепиться Чтобы объяснить людям их заблуждение и истины Христовой Конечно же нужно было познакомиться с космологическим представлением шаманизма У народов, практикующих шаманизм, нет единого представления Относительно происхождения устройства мира Однако, можно выделить некоторые характерные черты Свойственные представителям подобного мироозрения Вот, например, именно алтайского шаманизма Мир, безусловно, признается имеющим некое начало в шаманизме И это уже очень важно Мы знаем, что в отличие от шаманизма Атеистический эволюционизм проседает Он вообще говорит, что мир произошел случайно неоткуда Даже шаманизм говорит о том, что у мира есть начало То есть эволюционный атеизм ниже даже шаманизма Мир, безусловно, признает, имеет некое начало Характерным в этом отношении является миф алтайцев О сотворении мира богом-ульгенем Богом-ульгенем Однако при этом утверждается, что вселенная испытала на себе воздействие Конкурента ульгена, бога Эрлика Бога Эрлика, бога подземного царства Который сначала помогал в сотворении мира А затем стал вредить богу-ульгеню И данный космологический миф Принадлежит алтайским народностям У других народов представления происхождения мира более размытые И вот ульгень, творец вселенной Он обитает на девятом небе Да, по другим представлениям, там на пятнадцатом Да И творение продолжалось шесть дней За которые ульгень создал первого человека Это очень важно учитывать при проповеди, да Мы знаем библейский шестоднев Но ульгень сотворил первый человек Не весь мир, а первого человека за шесть дней И также сотворил собаку И велел ей строжить первого человека И перед потопом Есть история в шаманском мифе о потопе Он приказал нами построить плод И посадить туда всех зверей и птиц Мы знаем историю о Ное, а здесь история о нами Ульгень сотворил камов, шаманов Он же награждает людей даром шаманства Определяет быть человеку шаманом или нет И назначает будущему шаману дух помощников Указывает, каким должен быть шаманский бубен Который, как известно, является таким не просто музыкальным инструментом А неким таким проводником Проводником в царство духов И вот этот, когда бубен звучит монотонно Как раз в шаманском представлении Это призвание духов для того, чтобы войти Шаман мог войти в состояние транса Известно, что этот бубен освещается шаманом Ну, каким-то спиртным напитком Это совершенно нормально Или пивом, или даже водкой Может быть, покраплен И будет вот таким вот Или еще каким Настой на травах таких глицогенных Об Ирлике говорится, что он также участвовал в творении земли Он создал на земле Да, неровности, горы, сопки, болота И испортил идеально гладкую поверхность земли Ирлик соблазнил едой собаку, которая сторожила человека Проник к нему и вдохнул в его душу человека Вот некую порчу Человек оброс шерстью И в результате чего Ульгеню пришлось чистить Даже брить его То есть доброму богу За это Ульгень свергнул Ирлика с небес на землю И вот Ирлик там потом воткнул свой посох в землю И с земли поползли все гады Ползающие, пресмыкающиеся Также Ирлик создал зверей Медведя, бурсука, крота, верблюда, свинью и корову И тогда Ульгень сверг его на землю А вместе с ним и его слух, которые стали духами Причиняющими несчастье человеку на земле Итак, постоянными слугами Ирлика являются души умерших людей и шаманов То есть слуги служат шаманам именно духи Ирлика То есть того самого, который отравил собаку, соблазнил человека В шаманских камланях к Ирлику часто обращаются как к отцу И причем обращение такое Адам Ирлик Адам Ирлик Подобно Ургению, Ирлик дает людям возможность проникновения в другие миры Есть сказание о том, что первый шаман принял в дар бубен именно от Ирлика Можем понять, что если Ургень это добрый бог, то Ирлик это не добрый бог И поэтому считается, что служение Ну это такое языческое мировоззрение Служение, конечно, надо служить богу плохому Да, для того, чтобы он не причинил какой-нибудь пакости Ну а доброму что служить, он и так добрый Все это очень интересно И нам, казалось бы, откуда И себе в своих, кстати В своих письмах И в своей работе О успешной проповеди Которую мы также кратко рассмотрим Другим народам Преподобный Макарий Также задается вопрос Откуда у народов Таких, казалось бы, с точки зрения эволюционной Что люди развиваются постепенно А у них есть библейские представления О боге И можно сказать, что В общем-то, дать на это ответ Я бы хотел дать ответ Откуда это у этих народов Сказать два слова О происхождении религии С православным пониманием Религии произошли В результате рассеяния народов После Вавилонского столботворения Народы растащили кусочки истины По разным уголкам После Вавилонского столботворения О котором описывается В книге Бытия 11 главы У меня есть рубрика Я бы не хотел сегодня все это повторять Вы можете посмотреть Бытия 11 глава Там рассказывается О происхождении религии Также это можно Посмотреть в другом видео О астрологии Раздел сектоведения Астрология, наука или религия И вот после рассеяния народов Народы растащили Кусочки истины О потопе О Адаме и Еве О древе Между прочим В шаманизме тоже есть учение О первом древе Да Есть О первом древе Как оси земли Именно в шаманизме Есть учение О соединении неба и земли И есть определенная гора Которая так называется Пуп Пуп земли Да Соединяющая небо и землю Поэтому все эти представления В других религиях И в даосизме И в индуизме В той или иной мере Сохраняются Если почитать Веды Упанишады То можно увидеть Нечто подобное Да Что есть к отсылке Дает отсылку На книги священного писания Но снова повторю Скажено так Что уже общего Не имеет ничего Поэтому Надо сказать о том Что в отличие Атеистического От атеистического Эволюционного Представления о происхождении Религии Что это были какие-то Примитивные народы Развивались Потом все это развили Высшая философия Ничего общего Это с православным пониманием Происхождение религии Не имеет Мы знаем Что сначала Была религия одна Она была Монотеистическая Когда Бог Когда Бог сотворил Первых людей Адам и Ева Они верили В единого Бога Но отпав от Бога Они уже В лице Помните Авеля и Каина Каин уже пытался Альтернативно Служить Богу А вот Вся катастрофа Этого искажения Она произошла Уже после Снова повторю Вавилонского Рассеяния Вот об этом Пишет святитель Николай Касаткин Про святитель Японии У нас будет отдельно Миссия в Японии Он пишет Следующее Цитата Геркулесовы столбы Человеческих усилий Составили себе Религию Руководствуясь Теми темными Остатками Богооткровенных Истин Которые Сохранились У народов После Рассеяния Конец цитаты Итак Со всем этим Про миссионеру Как современному Так и тогда Преподобному Макарию Нужно было Познакомиться Для того Чтобы Осуществлять Миссионерское Служение В то время В Алтайском Крае Было около 40 тысяч Кочевников Также были Ломаисты Монгольские Племена Их было Сравнительно Мало И вот Отец Макарий Начинает Устраивать Жизнь Собственную Понемногу Налаживается Христианская Жизнь В Майме Проходит Несколько лет Прежде чем Отец Макарий Начинает Понимать Язык Там было Несколько Десятки Наречий И Отец Макарий Изучил Вернее Он изучая Языки Понял Что Он думал Как же быть Он пишет Как быть Столько наречий Это нужно Столько наречий Изучить Но это просто Не под силу Ну что делать С Божьей помощью А потом он вдруг Понимает Что есть одно Наречие Которое Они понимают Все И он изучает Его И на этом Наречие Общаются С другими Наконец Появляются Первые Аборигены Которые Хотят Принять Крещение Отец Макарий Перевозит Таких Людей В Майме Поселяет Их В православных Семьях Он сам Не имел Пригодного Для жизни Дома Он Помогает Строить Дома Учит Кочевников Оседлой жизни И одновременно Учению Христову За 14 лет Пребывания В Алтайской Миссии Архимандрит Макарий Перевел На Телеутский Язык Четверо Евангелия Деяния Апостолов Все Послания Псалтирь Избранные Места Из Ветхого Завета Краткий Катехизис Митрополита Филарета Дроздова Краткую Священную Историю Символ Веры Конечно же Молитва Утреннее Вечернее Приготовка Молитва Приготовление К исповеди К причастию И некоторые Другие Богослужебные Тексты Составлен Словарь На Телеутском Языке На 3000 Слов До 1860 Года Это были По существу Единственные Средства Писемного Общения С алтайскими Народностями И вот Первые Результаты Преобразилось Село Майме Укреплен Миссионерский Стан Селение Улала Начинается Миссионерская Работа Вдруг Других Селах В Майме Строится Храм Весь Народ Как сказано Здесь Поет Некоторые Песнопения Уже На Телеутском Языке После Службы Трапеза Беседа В 1838 Открывается Больница И Богодельня Случается Так Что Отец Макарий Какое-то Время Остается Даже Один Да И В 1839 Году Он пишет Программу Реорганизации Миссионерское Дело Миссионерское Дело В России Советую Познакомиться С его Ну просто Уникальной Трудом Уникальной Работой Которая Называется Мысли О способах К успешному Распространению Христианства Между Евреями Язычниками Магометанами В Российской Империи А эту работу Можно найти На сайтах По-моему Даже Она есть На сайте Азбука Вера Один из Главных Пунктов Этой Программы Перевод На русский Язык И на Языки Народности Евангелие Священного Писания Он Пишет Письма В Священный Синод И лично Императору Николаю Первому Оба письма Если почитать Текст Они достаточно Горячие Определенные В то же время Немножко Даже Для того Времени Написания Рисковатые Но Родея О проповеди Евангелия Посещая Огромные Территории Можно только Представить В то время Сейчас На Алтае В горной местности Не так просто Где-то проехать И мне Рассказывали О том Когда я был Там Что Есть такие Места Куда только Зимой Можно проехать Когда подмерзают Дороги А так В течение лета Бесполезно И вот Он посещает Различные Стойбища Проповеду Слово Божие И Заболевает У него Развивается Чахотка Отнимаются Ноги Слабеет Зрение И в 1843 году Он же почти Не может ходить И посылает Прошение Об увольнении Мы помним Что у него И не так-то Помните В самом начале Сказал Здоровье было Очень слабое Но тем не менее Он совершил По сути Подвиг Веры Проповеди И просвещения Этих народов Он Отправляется На покой В Болховский Монастырь Орловской Губернии И уже Совершенно больной Он налаживает Богослужение В монастыре Ведет После каждого Богослужения Беседы Собирает Отдельно Детей И взрослых Учит их Начинает Духовное Просвещение Болховского Монастыря Известно Что Он был Прославлен Да И Обретены Его мощи И они Сегодня Находятся В Орловской Метрополии Он организует Для детей Монастырскую школу Где учит их Самому Простому И Необходимому И Представился Ко Господу Положив Все свои силы И всю свою жизнь На просвещение Народов Алтаев На 55 Году Жизни 18 Мая 1747 Года Перекрестившись Да Как свидетельствуют Очевидцы Иноки Будучи рядом с ним Перекрестившись Со словами Свет Христов Просвещает Всех На этом Миссия Не закончилась Конечно же Но вот я обещал Что познакомлюсь Его работой Вот тезисно Что может быть Как-то Заинтересовать Наших Слушателей Может не совсем Удачное слово На мой взгляд Как можно Это не любить Этим не интересоваться Но Мысли Об успешном Распространении Христианства Между евреями Язычниками Гометантами Российской империи Вот тезисно Что там Первое Священное писание Единое Священное писание Священное предание Единое полное Откровение Божие Вера православная Единственный путь К спасению Второе Задача миссионера Донести до Просвещаемого народа Что вера Принесла и приносит Бесчисленные благодеяния Божие На землю А потом Эти благодеяния Даются и на небе Третье Только небо Цель Жизни Четвертое Дух Христов Должен господствовать В христианском народе И в церкви Духом любви Определяется наше отношение К людям Внимание Духом любви Определяются наши отношения К людям Это говорят Не просто Академики Профессора Это говорит человек Который жизнь свою Положил Проповеди Евангелия Иноверцам И еще раз Повторю Его Назидание Жизнь Да Определяется Отношение К людям Иноверным И неверным Духом любви Это очень важно Есть у нас сегодня Какой-то нездоровый Запал И такой Да Комсомольский Задор Мы всех Уничтожим До основания Одного Это Дух Нехристианский Помните Сыны Громова Которые говорили Спасителю Уничтожим этих Которые Не приняли Нас А что им Спаситель сказал Не знаете Какого вы духа Поэтому так Дух Христов Должен Господствовать В христианском Народе И в церкви Духом любви Определяется Наше отношение К людям Иноверным И неверным Пятое Издание Изучения Священного Писания На родном Языке Для Телеутов На телеутском Для русских На русском Решить необходимо Шестое Обучение В народных В народных Должно Должно Должено Решение А просвещение о сегодняшней необходимости просвещения самого народа. Просто надо отложить многие вещи куда-то вот так вот в сторону и действительно заняться просвещением самого нашего народа. Иногда свидетель Николай, японские другие миссионеры указывали на другие. Вот свидетель Николай, например, мы будем о нем говорить, он говорил, протестанты приезжали в Японию, он говорит, как они работают, всем снабжены, все у них есть, такая у них, так все разворачивают, просто где удаешься, где же наши, где же наши, где же, помогите чем-нибудь, как-нибудь, пришлите миссионеров, пришлите какие-то там книги для формирования библиотеки, пришлите средства, у них и то, и то, вот мы увидим. Сегодня в современной, тут по сетям интернет смотрю, в Африке провел, известно, вот он приезжал тут в Москве в 90-е, Марк Финли, этот адвентистский проповедник, да, олимпийский стадион собирал, так он за лето в Африке, там смотришь, там, что они там делали, как они там пропахали все, вот, за лето крестили 192 тысячи африканцев. Вот такая миссия была, на нескольких языках, экраны там везде развернули, на площадках везде, переводчики, субтитры и прочая-прочая вещь, там охват просто огромный, и не то, чтобы там говорить, что вот они там молодцы, конечно же, да, они просвещают не тем духом Христовым, ну где же наши, хочется спросить вместе со святым Николаем японским, где? Почему мы так это не делаем именно так, как это делают они, ведь у нас, неужели у нас нет возможностей? Да есть. Поэтому преподобный так и говорит, да, просвещенный народ Божий сам из себя даст людей для миссионерского просвещения малых народов. Одна из форум организации миссионерства и привлечения всего народа к делу миссионерства, он считает создание миссионерского общества, оно действительно было создано им в 1865 году, но не совсем удачно, в 1870-м уже митрополит Московский Иннокентий, просвещитель Сибири, Америки, Аляски, да, он его возродит, и оно действительно, да, ну это, если бы не было его, это по сути, по сути, миссионерское общество российское, это как вот миссионерский фонд, миссионерский фонд, там просто, ну, необходим, я знаю, что раньше он был, миссионерский фонд при владыке, вот, митрополитии ныне, и Ане Белгородском, и Староскольском, который был представителем миссионерского дела, я не знаю, сейчас вот что-то не слышно, есть он или нет. Конечно, такой фонд нужен и необходим, если просто говорить об этом, какую мощную поддержку он тогда оказывал внешним, особенно миссиям и в Китае, да, и в Монголии, и в других странах, и в той же Японии, это, конечно же, большое было дело. Восьмое. Вот это очень важно. Восьмое. То, что о чем пишет, об успешной миссии, пишет преподобат Макарий, главная обязанность и задача народа поддержать духовное просвещение и дать людей на дело миссионерства. Создавать миссионерские образовательные учреждения, не просто факультеты, не просто какие-то школы, которые у нас есть, векариатские школы православного миссионера, которые возникли без всякого указа в священном начале. Они возникли сами, а потом получили благословение. Если они возникли сами, таких школ, то у меня есть такая школа, по Божьей милости, да, созданная в 2010 году преподобного Восифовского, есть школа центрального векариатства, есть школа священника Даниила Сысоева, которые до сих пор, эти все школы созданы снизу, без указа, без циркуляра. У нас было уже долгое время, работают и успешно, и священников дают, и в дело миссии люди, многие участвовали на Филиппинах и в Африке сегодня, также есть наша миссия в Африке, тоже, в общем, успех есть, но я бы там привел выше пример, да, ну, хотелось бы, да, хотелось бы. Это не то, что упрек кому-то, просто хотелось бы действительно, чтобы Слово Божие и Свет Христов распространялся именно в православном понимании. Ведь тот же святитель Николай Японский говорил, что Евангелие должно быть проповедано даже до края земли, и подчеркивал, в православном понимании. Потому что вот этих, которых накрестил Марк Финли, да, 190, сколько там, 2000, да, их придется потом перекречивать, да, опять проповедовать уже им. А как известно, людей легче научить, чем переучивать. Так и пишет. Дело миссионерства — создавать миссионерские образовательные учреждения. Я об этом говорю уже очень долго, может быть, около 20 лет, что нам просто необходима специальная миссионерская высшая школа. Специальная миссионерская высшая школа, где бы готовили людей по принципу, как, ну, скажем, вот как дипломатам готовят МГИМО. Китаяведы, да, японоведы. Люди, способные для внутренней миссии, для сибирских народов, в странах на Дальнем Востоке, учитывая весь менталитет, всю культуру Дальнего Востока. В Сибири, на Севере, на Западе, в Прибалтике, в Европе, в Америке. Просто необходимо такое учебное заведение. И тогда, если оно действительно... А сейчас очень хорошее время, это всегда подчеркиваю. Вот сейчас. Да, очень хорошее опять время. Как в 90-е оно было. Но тогда церковь вылазила из руин, конечно, нужно было хоть храмы как-то восстановить, чтобы можно было служить, да, и чтобы люди могли приобщаться с этой христовой тайн. Но сейчас вот время хорошее. Если опять мы его упустим, будет печально. Так и пишет. Главная обязанность и задача народа — поддержать духовное просвещение и дать людей на дело миссионерства, создавать миссионерские образовательные учреждения, издавать книги и так далее. Он считал, что нужно готовить разного типа людей для дела духовного просвещения, разного типа людей. Что они должны готовиться в специальных школах, которые должны быть в основном при монастырях, учебных, духовных заведениях. Вот так. Итак, сам отец Макарий обратил в христианство не так много людей, как вот по согласно Брагаузе и Ефрону 687 человек. Устроил пять православных селений с двумя церквями, с тремя школами, одной богодельной. Это, в общем-то, не так много, но семена были посеяны. Эти посевы выросли настолько, что к XX веку из 30 тысяч народов на Алтае более половины уже были христианами. Было устроено уже 188 православных поселений, 67 храмов, молитвенных домов. Постоянно совершалось богослужение на алтайских наречиях, в основном на Телиутском. 48 школ обучали детей на алтайских языках. В них училось 800 мальчиков и 250 девочек. В Бийске действовало катехизаторское училище, где было около 200 учеников готовились стать учителями в миссионерских и народческих школах. Также готовились к принятию священного сана. Все это было уже сделано другим. Макарием, уже святителем, который был в свое время дом принятия монашества Михаила Андреевича Первицкий, в монашестве Макарии. Он приехал туда, на Алтай, окончив семинарию, и вступил в состав алтайской миссии. Когда он приехал, он об этом сам описывает, что вся природа, действительно, там природа просто взвораживает. Это какие-то лазурные, такие лазурного бирюзового цвета реки, эти горы. И вот он влюбился в это во все, и самое главное, что он пишет, он полюбил сам этот языческий народ. И Михаил Невский, тогда еще Михаил, изучает язык, учится общаться с алтайцами, он собирает слова, составляет свой словарь, начинает заниматься переводами. Конечно же, то, что сделал перед ним преподобный Макарий Глухарев, для него, как он сам это пишет, это было бесценное, то есть самое драгоценное, что есть в жизни, то есть вот тот словарь уже, который был, и те переводы, которые были сделаны им. И вот его переводят в главный стан в Улалу, ныне Горноалтайск. Он служит послушником, только через полтора года, в 1862 году, он был пострижен монашеством, епископом Тобольским, Порфирием, рукоположил его в армонахи, и он начинает свое миссионерское служение, и уже сразу приносит первые плоды. Проповедует, у него был просто замечательный талант, удивительный талант Богом данный проповедника, ему удается собирать целые улусы, селение, да, и он, подготавливая их несколько месяцев к крещению, крестит их всеми семьями, целыми улусами в горных реках. Ездит по далеким улусам, проповедует, и уже тех, которые крестились, окормляет. Им был собран огромный материал по алтайским языкам. У него был помощник Чевалков, он переводит и редактирует переводы Священного Писания. Также он потом едет и в Казанскую семинарию, академию, которая, будем о ней говорить, где большой вклад в изучение языков и переводов на языки разных народов внес такой, так хочется сказать, святое, действительно речь идет о его канонизации, Николай Иванович Ильминский, это, запомните его, более чем на 20 языков народов его трудами были изучены языки, переведены Священное Писание, богословенная литература на языки 20 малых народов. Мы будем говорить отдельно о Казанской миссии. Итак, он, преподобный Маккари, создает хор из учеников крещенно-татарской школы, и первый в 1865 году полностью совершает впервые на татарском языке литургию. Было множество татар также в пограничных районах с Алтаем. И вот что интересно, что, как описывается, летом они ходили крестным ходом на Пасху. То есть дети, подростки помогали в храме, были алтарниками, пели на клиросе, и вот они выходили из храма, шли, и представьте себе, на алиутском, на татарском они поют Христос, воскресе, воистину воскресе, пасхальные стихиры, татары, алиуты там сидят на завалинках, там греются, да, там, покуривают, и вот вдруг они слышат, что на их языке поют, и как он пишет, они все вставали, вытряхали табак из своих трубок, которые прятали его подальше, шли, повторяли дальше за крестным ходом и пели, то, что Христос воскресе, да, Христос воистину воскресе. Поэтому это было удивительно тогда, но затем так всем, все об этом так живописно рассказывает. В 1871 году он получил сан игумена, ему удалось устроить училище с общежитим на 70 человек по образцу казанской школы для ребятишек. Очень быстро эта школа и проповедь, и его организационский талант приносят плоды. В 1883 он становится во главе миссии, в 1884 становится епископом бийским, вот после него там вот были уже епископы бийские. Впоследствии эту миссию, да, возглавляют епископы, и в 1891 он, его перевели на Томскую кафедру, где он был до 1912 года, потом он уже становится вот митрополитом московским. Хотелось бы, да, от слов действительно привести цифры, согласно вот энциклопедии Мрагауса и Ефрон, некоторые цифры о том, что произошло за годы его миссионерского служения, святителя Макария Невского. Сотрудников миссии было после отца Макария Глухарева 15, а к концу, возглавление этой миссии владыкой Макарием стало 152. Молитвенных домов при отце Макарии Глухареве было 3, а стало 89. Миссионерских станов было 3, стало 25. православных селений было 4, внимательно, внимание, было 4 при святителе Макарии 380. Можно только представить, что там произошло. То есть, это 58 тысяч жителей было крещено. Монастыри с детскими приютами. Отец Макарий только об этом мечтал, а при владыке Макарии их было 3, 3 школы и 2 приюта. А в дальнейшем расширилось за годы до 74. За это время было крещено примерно 21 тысяча жителей. То есть, большая часть алтайцев впоследствии, как я уже сказал, 58 тысяч, которые начали переходить на новый, в общем-то, христианский образ жизни. Да, конечно же, жизнь святителя Макария Московского она попала в такой вот момент, когда начались, началось, начался, совершился этот переворот в Российской империи 1917 года. И, в общем-то, этот светлый духовный митрополит, не жалеющий своей жизни, служащий делу духовного просвещения, он оказался неугоден в светском петербургском обществе. Пришелся не по душе этим утонченным куртуазным светским людям, которые только вытаращивали свои глаза на западную и восхищались этой западной, да, я знаю, сказать в кавычках, цивилизации. Ну, цивилизация, там, может, была прогресса, но культура, конечно, такой русской, самобытной, далеко отличалась от нее, и нравственности, и прочее. И вот владыка пришелся и мне по вкусу. И даже обер-прокурор Львов начал, в общем-то, наглую против него кампанию. Грубо требовал, чтобы владыка ушел на покой, и есть прям дословные, как пишут историки, цитаты, иначе он говорил, я сгною тебя в тюрьме. Вот такое было отношение. Пиши по-собственному. владыка уступил, да, как человек христианского смирения, и написал прошение об отставке. Тут же было проведено решение синода, и митрополита отправили почти под конвоем в Николо-Угрышский монастырь под Москвой. Через некоторое время Николо-Угрышский монастырь был закрыт, и он был перевезен близкими людьми в подмосковный район Раменское. Там, в 1926 году, в избушке, рядом с действующим храмом, владыка приставился как Господу. Хоронили его последний епископ Бийский Иннокентий и епископ Серпуховской Арсений. Эти духовные святители относились к святителю Макарию как к старцу и духовному наставнику. Впоследствии, в 1957 году, когда место, где он был похоронен, было отдано под строительство, его нетленные останки перенесены троице Сергию Лавру под Успенский собор. Сейчас восстановлены некоторые миссионерские станы в Новосибирске, Горналстайске и других местах, где, как я говорил, и посетил по приглашению тогда владыки и миссионеров. Ведется работа по сбору материалов о святых людях, которые трудились в алтайской миссии. Вот такое удивительное миссионерское служение, которое совершали не менее удивительные люди, достойные, как церковь это определила, подражания, возведя их в лик преподобных и святителей. Святитель Макарий Невский, преподобный Макарий Гухарев, молите Бога о нас, помогите нам, чтобы миссионерское служение Русской Православной Церкви возродилось. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok